всем привет у нас сегодня настоящее шведское утро мы идем взвать бутылки да, и получать за это деньги так что у нас сегодня будет впервые плюс мы все-таки уже отказались от идеи бесплатной прогулки ой, бесплатного пешего тура мы уже почитали маршрут всего этого тура и мы поняли, что мы уже в этих местах вчера побывали и вообще этот тур начинается с того, что они идут на смену караула и это занимает нам что-то около часа ну ведь мы вчера попали вообще на эту смену караула нам не понравилось, там просто было 10 солдат, которые просто маршируют и ну абсолютно ничего интересного вот, а они это описывали как самое интересное, что можно построить в Сокольме и поэтому мы поняли, что скорее всего, что даже если мы попадем на этот первый тур мы с него, наверное, уйдем уже на первой же локации это когда они пойдут все смотреть на смену караула ну мы сами себе бесплатные гиды, да? да, я перечитала кучу материала и кучу видео пересмотрела и у меня еще есть несколько точек на гугл-картах поэтому мы сегодня их обязательно посетим да все, мы пришли в супермаркет сейчас будем сдавать бутылки она должна быть целая и на ней должен быть стрякот так, лучше а где деньги? в общем, я так понимаю, что с этой штуковиной можно рассчитаться в супермаркете купить себе какую-то вкусняшку в общем, в супермаркете мы купили абсолютно ничего там нельзя ничего найти за такую тему да, там ничего нет, потому что 3 крона это 30 евроцентов даже в Испании или в Риге на 30 евроцентов я не знаю, что можно купить наверное, ничего мы проходили какое-то место интересное смотрите, что здесь происходит очень эффектно, конечно прикольно тут даже цена есть такая штука стоит 2899 крон то есть 289 евро какого-то цен здесь в Стокгольме так вот, для нас, ну, я знаю, для местных, наверное, здесь не дорого или что но для нас здесь очень дорого потому что так как мы из Кати любим кофе то мы его всячески ищем здесь самое дешевое, которое мы можем найти и самое оказалось дешевое что здесь действительно есть это за 3 евро то, что мы нашли вчера мы думали, что это мы еще дороговасенькое нашли нифига, это самое дешевое мы сейчас ходим здесь у нас здесь на районе здесь на спальном где мы живем на острове Содер-Мальму да, так называется я не знаю, это остров или не остров в общем, район Содер-Мальму в Стокгольме вот и здесь в кафешках по 4-5 евро кофе по 40-50 крон представляете? а еще, кстати шведы очень любят кофе и у них даже есть вот эта трапеза когда ты пьешь кофе с булочкой и называется фика фика да значит это в общем дороговасенький город ну по людям не скажешь, что не страдают ну и что все веселые и все очень очень круто одеты вот в этом, конечно в плане, да ну естественно красивые люди очень есть одна вещь, которую мы можем себе позволить в Стокгольме это пойти в Second Hand это так и сделаем в общем-то, знаете, прикольно но дело в том, что если там есть классные вещи которые в хорошем состоянии они стоят абсолютно так же, как новые но есть одна большая проблема в Second Hand это то, что там нет размеров особенно для таких мелких, как я это нереально в общем, мы сейчас в нашем привычном состоянии пойдем наверх да, мы нашли панорамное место и сейчас посмотрим как там, как там Стокгольме сверху как там, как там Стокгольме сверху Боже, как здесь красиво, я аж расплакался. А на самом деле здесь вообще ужаснейший ветер, он просто сносит, я телефон держал вот так вот просто. Мы зашли в кофейню, смотрите сколько здесь людей. Дима пошел узнавать что-то. То есть, конечно, мы сейчас делаем вещь, которую мы никогда в жизни не делали, мы будем покупать кофе за 4 евро. Но мы очень хотим кофе, и у нас еще осталось нормальное денег, поэтому мы ее возьмем. Счастливый человек, это человек с кофе. А если это еще вкусный кофе, реально вкусный кофе. Офигенный. Очень. Смотрите, какие у них фирменные стаканчики, так называются кафешка. Лемон. Да, очень вкусный. Что-то французское. Мне понравилось. Да, класс, вкусно. Хоть и дорого, блин, но... Да, но после вкуса такое прикольное, я никогда такого не пробовала. Сейчас мы зашли на рынок. Название которого я вам не скажу, я правда не могу его запомнить. Что-то на О. Острахальдрданден. Как-то так. Как-то так. Вот. Значит, здесь можно попробовать местную еду. По крайней мере, я надеюсь, что здесь будет что-то в приличном цене. Потому что то, что я смотрела в ресторанах, это просто аут. Там меньше, чем за 30 евро ничего не съешь. Поэтому пошли, походим. Ситуация к Северной Кынке. Музыка батюста. Как охотиться с бутербродом. Спало. Эти бутерброд. Кстати, то что по нашему называется бутерброд, шведы называют открытый сэндвич. На самом деле это просто бутерброд. Он был, с разными начинками. но он называется открытый сэндвич. И еще здесь национальный десерт, так сказать. Это вот эта вот штучка с кремом, кафе-клер. Мы купили большой кусок красной рыбы. Мы только что нашли, что очень-очень шведское. Это блюдо, которое называется «Искушение Янсена». И туда входит запеченный картофель, анчоусы, лук, сливки и какие-то там еще негативные. Панировочные цепи. А, и это все присыпано панировочными сухарями. Вот, и сейчас мы будем это пробовать. Вроде нормально, но мне кажется, это нужно подогреть. Потому что холодное, оно анчоусом не чувствую. Но мы его подогрели. И дубль номер два. Его когда подогревали, его перевернули. Поэтому вид совсем другой. Я сейчас подумал, что нам дали другое. Теперь вкусно? Да. Смотрите, что здесь еще продается. Тут веточки с пушком. Я не знаю, что это может значить. Мне кажется, что это к Паске. Вот. Но здесь такое везде. Ой. Подняй. Только держи за деревце, да. Тима. Сделал доброе дело. А пока Катя здесь ходит по магазину для дома. Здесь всякие штуки для дома. Вот. Я хотел бы ответить на вопрос Ляпиной Насте. Настя, ты спросила, как шведы вообще в общении? Так вот. Они просто офигенные. Они очень доброжелательные, улыбчивые. Вот. И, ну, просто вот добрые. Вот как испанцы. Они вот очень похожи на испанцев в плане отношения друг к другу. То есть все за другом здороваются. Все улыбаются. Вот. Есть такое вот желание помочь тебе. И поэтому они, так сказать, мотивируют нас тоже себя хорошо вести. Да, Катя? Ты хорошая девочка? Да. Тебе нравятся шведы? Да. Да? Да. И еще они очень красивые. Это правда. Они очень классно одеваются, очень стильно. И вообще выглядят. Они за собой вот очень-очень хорошо смотрят. И несмотря на то, что одеваются они очень просто, выглядят они офигенно. Еще Дмитрий Казанкин писал, чтобы мы передали привет Карлсону. Мы, кстати, читали такую штуку, что в Швеции Карлсона они любят, потому что они считают его беспорядочным разбойником, вот. И это как бы и так плохой фактор для них передавать привет Карлсону. У нас сейчас в планах поехать на самую главную площадь Стокгольма. Она, я думаю, по-любому запита туристами. Вот. И сфоткать там три знаменитых здания в Стокгольме. Вот, кто знает, они там разноцветные. Один с таким полукружочком наверху. Ну, в общем, мы вам все покажем. Сейчас мы будем ехать туда. И мой совет всем туристам, ребята, не жлобитесь на проездные. Это такая свобода. Это супер. Смотрите, видите, вон ту точку. Вон ту. Вот, там есть такая вот штучка сверху, вот она. Это мы оттуда снимали панораму от этого места, где мы сейчас. Катя, что такое? Ботинки не выдерживают моих нагрузок. Они расшнуровывают. Я уже сестра. Продолжение следует... Продолжение следует... Такая романтичная. Ну, в общем, вот мы возле самого популярного места Стокгольма. Эти домики на самом деле здесь везде, на всяких плакатах, фотках, открытках. Да, в общем, такой вот символ Стокгольма. Кстати, я вчера смотрела в интернете и нашла легенду о том, что вот этот красный дом покрасили в красный из-за того, что здесь на площади было казнено много людей, и то есть тут пролилось много крови и так дальше. Но я в эту легенду не верю. Думаю, на самом деле это было так. Архитект так думал. Какой цвет покрасить? Думает, нет, зеленый уже есть. Вот здесь зеленый, желтый неинтересно. Это банально. Покрашу в красный. Все. Готово. Вот так я тут кунг, кустая. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, здесь пираты в наручниках, смотрите Повязали ребят А впереди идет главный пират Вон, с синячком Так и добрались мы до музея И пришли мы в музей современного искусства Смотрите, какая интересная штука Эти люди отбирают черный рис от белого И собирают рисуночки А наушники им для того, чтобы была полная тишина в ушах Представляете? Релаксинг Смотрите, первая экспозиция Это лестница, которая представляет из себя какие-то опасные вещи То есть здесь ножи Здесь она обмерзла, то есть это скользкая лестница Там следующая, там где прокручиваются вот эти вот, не знаю Разделения не прокручиваются И последняя нормальная Не знаю, что это могло бы значить Но прикольно Хотя бы понятно Что-то я не понял Кстати, я хожу так как полудурок Не потому что мне так нравится А потому что мне охранник сказал ходить Потому что если портфель сзади То я могу нечаянно зацепить Какую-то Экспонат Экспонат, да Я так понимаю, что эту выставку создавал дачник Там лестницы поставил Здесь, значит, лопата у нас И потом окна Не знаю, какие-то штуковины Наверное, дачники знают, что это Современное искусство, это когда вы покупаете ручку И знаете, вы хотите посмотреть, как она пишет вообще Вот Вы пробуете на лицах, как она пишет И потом этот экспонат Вы потом из этого делают экспонаты И зарабатывают на этом деньги Теперь музеев с нас хватит Да, Дим? Да, я устал Он изматывает Музей изматывает После музея мы проголодались И сейчас мы будем кушать И, пожалуй, это самое романтичное место В котором мы когда-либо ели Субтитры сделал DimaTorzok Мы сейчас идем смотреть на стопхомское метро Да, потому что здесь очень много станций А если быть точнее, по-моему, мы насчитали 16 в гугле Мы смотрели Которые внутри Это просто не просто станция метро А просто искусство Там целый музей Мы сейчас вам покажем, почему Вот И еще я взял себе кофе Потому что я уже очень устал И мне нужна кофеиновая заправка Субтитры сделал DimaTorzok Ура, мы дома Ура, мы дома Да Отдыхать Вот У нас, кстати Мы не рассчитывали, что мы прям так экономно Будем здесь жить Честно говоря Я думала, мы намного больше потратим Вот Ну, это хорошие новости И завтра у нас будет Шопинг-день Мы будем ходить по супермаркетам По магазинам И всякое такое Вот А сейчас Мы отдыхать Всем спасибо за просмотр Всем хорошего дня Всем до завтра Пока-пока